Мы сосредоточили в этом году 55 рабочих мест для наших наблюдателей. Таким образом мы увеличили охват и уменьшили нагрузку на него наблюдателя, что естественно превышает его качество. Если они раньше наблюдали за 50 избирательным участком одновременно, то сейчас его уменьшили и снизили на 30. Мы выстроили критерии охвата, то есть куда мы ставим камеры. Мы поставили камеры таким образом, что теперь эти 914 участков охватывают 79% избирателей. То есть где больше избирателей, мы в камеру ставили. И таким образом почти 80% голосов, которые могут быть поданы в центре Новосибирск, у нас как предпочтение происходит под видео. Предпочтение отдавали сознательный отрием молодежи, которые приходят. Потому что именно она больше всего рассказывает о сомнении, о негативности и целесообразности голоса. Она все равно все решает. Мы показываем, вот вы видите, сами посмотрите. Вот ваш голос, если он будет, он обязательно будет точным. И вы придите, сами пренеблюдайте за этим процессом. Людей, которые пришли, записались и обучились у нас, да, их вообще около 5 тысяч. Три из них активно задействованы сейчас на избирательных участках, они наблюдают за ходом на звание там, где нет ведения. Вот они там работают прям физически активно. Вот сейчас, что, для смены там, ну и так, чтобы ничего не упустить. Обычный человек может зайти на сайт общественной палаты Новосибирской области и посмотреть картинку, которую вот эти камеры передают, о том, как организован процесс видеонаблюдения, как он идет и так далее. Каждый наблюдатель имеет список номеров избирательных комиссий, случайным образом сформированным, который в течение всего периода наблюдения составляет два опросных листа, раздых, роздых. Вот тот золотой стандарт, который заполняет наш наблюдатель. То есть в течение всего периода голосования 17-18 сентября заполняет один стандарт в золотой. То есть здесь перечень вопросов, он может поставить здесь да, нет, да, нет, да, нет. И по сути этот золотой стандарт, вот мы его показывали международным людям, этот наблюдатель, как вчера, они сказали, он просто закрывает, ну, смотрите, 54 вопросов, он закрывает весь процесс возможных нарушений, которые могут быть избирательным участком, которые как-то ущемляют право избирательства. Главное, что мы делаем, это мы, во-первых, учим молодежь, привлекаем тех, чтобы они понимали, как организованно голосовать, мы делаем все возможное, чтобы легитимность, как можно, была выживана. Не с точки зрения правильности соблюдения, то есть в течение конца, а мы с точки зрения количества избирательных, чтобы мы приходили. Еще один вопрос, отвлеченный такой, скажите, пожалуйста, вот мы здесь проходим, видим сверху за стеклом, и всех увидим. Вы считаете, полезно ли такое же вести, допустим, для чиновников, для полиции, ну и так далее, чтобы мы видели, что они действительно открыты для общества? Я думаю, что это почему нет.